Дорогие украинцы, Батьковщина голосовала за Авакова, голосовала за Наливайченко, и соответственно все правоохранительные органы, когда их выбрали, они были частью коалиционного правительства, получили свои квоты. Если господин Власенко забыл, да, я действительно избирался в 2014 году в Верховный Совет, как мажоритарщик, беспартийный, и в отличие от вас за меня голосовали не как за партию или партийный бренд, а за меня как за Мураева Евгения Владимировича, и проголосовала больше половины, я до этого тоже был народным депутатом, и если вы помните, эти выборы были досрочны. Я бы был четвертым, поэтому не надо рассказать, что я получил какую-то выгоду. С вами после этого в стране никто выгоду не получил, а за нами еще и бегали по всей стране, и возбуждали уголовные дела. Если вы забыли, потому что да, я в 2012 году избирался как член партии регионов в парламент, и если вы начинаете рассказывать про злочинную власть, то я вам скажу, сейчас половина Украины скажет, что Янукович, судя по всему, еще докладывал, потому что жить мы стали хуже, газ подорожал, все подорожало, да, у нас нет части территорий, и у нас просто остановились ряд направлений, ряд, на самом деле, отраслей промышленных, и это ваша заслуга. Вы были этой частью этого коалиционного правительства. И вы сейчас пытаетесь снять себя и надеетесь на то, что вас окружают исключительно аквариумные рыбки, которые это забыли. Смотрите, иногда об этом придется напоминать, это неприятно. Вы, ну, рыбка, вы выводы на руках. Ну, смотрите, я не приемлю ханжинство, да, я не приемлю вот это лицемерие, когда вы рассказываете, еще раз повторяю, да, на Майдан выходили люди, которые были романтиками. Ну, и были те, и вы это прекрасно знаете, кто получал за это деньги, и знаете, кто платил, и об этом говорят чиновники Соединенных Штатов. И после этого страна развернулась на 180 градусов в одностороннем порядке, потому что так решил Яценюк, Турчинов и все, кто получили власть в тот момент. И в результате мы получили аннексию Крыма, войну на Востоке, и теперь президент рассказывает, что Турчинов сдал Крым, вдумайтесь на пресс-конференции, Порошенко, Донбасс, Бурба, предатель. И это он говорит спустя два с половиной года, когда получил абсолютную власть. Объясните мне, а почему они тогда все не в тюрьме? Он либо сплетница, либо врун. У него сейчас вся правоохранительная система в руках. Если он так считает, и он президент, он должен нас защищать. Я вам больше скажу, он не делает нам одолжение. Если мы все забыли, да, или кто-то не обратил внимания, когда у нас президент проходит инаугурацию, да, он принимает присягу, и он дает клятву украинскому народу на Евангелие и на Конституцию Украины. И там четко прописано, что он обязан охранять суверенитет, заботиться о каждом гражданине, независимо ни от чего, ни от вероисповедания, взглядов и всего остального. Дальше смотри Конституцию, и Зеленский эту присягу принял. Поэтому вот этот томный взгляд, уставшее лицо, я тоже человек, я вам сделаю одолжение, но мне надо отдохнуть, он не прав. Он просто до сих пор не понимает, что он президент нашей страны. И он не может, он обязан, он должен, он давал присягу, если для него Евангелие что-то значит. Пан Быков.